Посоревноваться на равных с шинником не на футбольном поле, а в умении подтягиваться, бегать и прыгать. Такая возможность сегодня появилась у студентов со всей области. Они пытались соперничать с профессиональными спортсменами с дачи нормативов ГТО. Что из этого вышло, расскажем в нашем сюжете. 8 команд, 72 участника из вузов Ярославля, Ростова, Тутаева, Рыбинска и Костромы встретились на паркете ФОКа, чтобы одолеть главных конкурентов – сборную шинника. Если на футбольном поле у ребят шансов практически нет, то в подтягивании, челночном беге, прыжках в длину, скакалке и гибкости соревноваться можно. Есть шанс побороться, может быть где-то лучше в них выступить. Есть такой стимул бороться до конца. Я думаю, на скакалке можно сделать их. Не трудно даже будет. А вот на подтягиваниях, на таких силовых, их трудно сделать. На прыжках с места тоже. Почему? Ну они же футболисты, у них эти мышцы хорошо развиты и, соответственно, их тяжело выиграть. А мы специально-то не готовились. Студенты. Так называемый студзачет разработан для учащихся, чтобы подготовить их к сдаче ГТО. В некоторых дисциплинах нормативы сложнее. Здесь мы взяли нормативы 1972 года, которые у нас были. То есть классические нормы ГТО, которые сдавали наши родители. Да, и нам очень интересно, смогут ли сдать студенты современные эти нормативы в футбольной клубшине. И, в общем-то, по итогам будет большой анализ. Черно-синие вызов приняли и сразу взялись доказывать свою состоятельность. Получалось не всегда. У соперника порой тоже не все получалось. Тут много спортсменов, как бы не только обычные студенты, борцы, боксеры, там всякое разное. Бег это не только футбол, да и боксеры бегают, и все спортсмены. Так что будем смотреть. В итоговом протоколе первое командное место заняли студенты и ГПУ. Второе и третье места пьедестала остались за Костромой. А вот футболисты Шинника приблизиться к тройке не смогли. Обладателями золотых и серебряных значков студзачета стали 51 участник. Захар Акубов, Николай Лебедев, Вести Ярославль.